Поэтому перпендикуляры к параллельным прямым параллельны. У нас есть две прямые. Здесь есть перпендикуляр. И здесь есть перпендикуляр. Итак, эти параллельные. Что мы делаем? Мы делаем простую вещь. Мы проводим вот так вот. Говорим, что они пересеклись. Правильно? Да. Кстати, ребята, вы тут очень важная вещь. А почему они пересеклись? Потому что да а вот в трубку я считаю что у нас есть а вот в трубках произошла такая неприятная история если как вы мне сейчас ответить вот это прямое мы продлеваем погулять пошла не пересеклась либо мы доказываем теорию, либо мы позволяем себе аргумент а тогда это непрямая будьте-ка добры, докажите что такого не бывает что перпендикуляр к прямой обязан пересечь параллельную прямую да вперед да прямая это линия которая имеет начало и конца и идет вниз и вверх строго по прямой а что такое вниз и вверх? кстати прямая это линия которая идет строго по прямой это замечательно да прямая линия идет ровно то есть она бесконечна она не должна никак искривляться то есть она искривляться то есть отклоняться от прямой то есть она везде никогда не отклониться от прямой это замечательно по определению прямая это луч света это путь и все света вот так лучше света взялась ну да поставим поставим туда черную дыру и он спокойно взял я против я настаиваю на том что вы сейчас на самом деле должны суметь доказать этот факт у вас уже достаточно знаний и вы должны понимать что это все-таки теорема как доказать что перпендикуляр обязательно пересечет ему слова о том что он просто обязан пересечь но он не пересекает и изначально были параллельны то реально две у нас получается мы сейчас работаем в евклидовой геометрии слышите что он сказал он сказал вот к этой прямой через вот эту точку эта прямая проходит параллельно и это а двух параллельных прямых что не бывает евклидовой геометрии ура значит не удалось погулять не удалось пойти вот пришлось придется пересекать пересекли если у нас есть прямая и две другие то с точки пересечения образуется такой же угол правильно да замечательно здесь прямой здесь прямой здесь прямой и почему же эти две прямые параллельны прямоугольник потому что они образуют прямоугольник ну да не нужен прямоугольник они образуют равные углы вы просто не понимаете для чего сильную теорему уже доказали если две прямые образуют равный угол с третьей то они параллельны было такое сегодня Стороны одного угла параллельны сторонам другого и идут в одном и том же направлении. Заметьте, Шень делает очень важную вещь. Кстати, он не первый раз делает в этой книжке, он все-таки разрешает себе рассуждать не вполне по аксиму. То есть, понимаете, что такое направление, он еще толком не объяснил, но считает, что считатель достаточно разумен, чтобы не требовать этого. Итак, есть два угла, обладающие следующим свойством. Вот это параллельно вот этому, и вот это параллельно вот этому. Величина этих углов равна. Ну, отметил равный угол. Там накрест лежащий и накрест лежащий. И вот тот. Все понимают идею? Ну, конечно, картинка могла выглядеть по-другому. Запросто один из этих углов мог взять и вот располагаться внутри другого. Тогда что делать? Тогда продлить. Тогда продлить и сказать, что вот эти углы равны и эти углы равны. Все понятно? Да. Молодцы. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...